Европейский Renault Captur от российского Captur отличается не только одной буквой в названии. Эти кроссоверы довольно дальние родственники. И теперь Eurocaptur меняет поколение, переехав с платформы Renault B на новейшую модульную CMF B. Высота европейского кроссовера не изменилась, но остальные параметры подросли. Растянули Captur с оглядкой на задних пассажиров, а объем багажника автомобиля увеличен до 536 литров. Бензиновых двигателей фактически два. Однолитровая турбо-тройка сочетается с пятиступенчатой механикой. Четырехцилиндровый мотор 1.3 можно укомплектовать шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом. Те же правила действуют для полуторалитрового дизеля. Мощная версия дает право выбора между ручной коробкой или роботом. А слабой положена только механика. Подвески сохранили прежнюю архитектуру, стойки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади. Привод исключительно передний, однако новая платформа принесла и множество электронных помощников, редких для компактного класса. Captur получил адаптивный круиз-контроль, который работает на скорости до 160 км в час и удерживает машину в полосе, позволяя убрать руки с руля на 13 секунд. Вокруг смотрят камеры кругового обзора. Автоторможение распознает пешеходов и велосипедистов. Наконец, впервые на Рено внедрен ассистент выезда с парковки задним ходом. Построенному на простенькой тележке Биноль российскому Captur ничего из этого не светит. Однако рестайлинг модели случится уже в этом году. Ждать стоит не только изменений во внешности, но и в технической начинке по образцу новейшей арканы.